Друзья, в эти непростые времена нам нужна ваша поддержка. Помочь антизомби в информационной борьбе против оккупанта можно по ссылке на донаты в описании. Всё будет Украина, друзья. Ну что, друзья, свежий сюжет начнём с очередного бенефиса цинизма. Причём, как и в большинстве предыдущих историй, в главных ролях снова зашкваренная по уши парочка бобролюбов из Армении. Ну, вы их и сами, конечно, мгновенно узнали. Это сколько надо иметь цинизма. Это какими надо быть тварями. А ты не знаешь, где предел мерзотности? Где предел... Где дно? Так вот, после демилитаризации штаба Черноморского флота и унижения России в не чужом для сладкой парочки на горном Карабахе, Симоньян с Киосаяном не кисло поплавило. А когда их накрывает зрада, то телепрограммы с их участием моментально превращаются в базар, в туапсе. Ну, то есть с визгами, с угрозами. Пашинян – тварь и предатель. И останется таковым в памяти армянского народа навсегда. А ведь это происходило от того, что и Пашинян, и вся его старосятия исправно слушали американцев и других западных своих друзей. Почему история самого Саакашвили никого совершенно не учит? Теперь сидит в тюремной больничке и блеет что-то, никому не нужный, похожий на чучело и наверняка скоро помрет. Как Пашинян может не понимать, не осознавать, что его ждет совершенно и абсолютнейшее то же самое? И, конечно же, с пошлыми шутейками. Куда ж без них? Марго то заднюю дает, то с плеткой бегает, а теперь вон на глазах у всей России полезла в штаны к Пашиняну. Пашинян говорит, мужик я, мужик, у меня борода. Ты специально все это с Карабахом устроила, Россия, чтобы попытаться показать всем, что у меня не стоит. А у меня стоит. Борода, по крайней мере, стоит. Все видят. Смотрится это максимально жалко, как, кстати, и макияж Маргариты. Видали, блин, мальвину, воспитанную на булочках из буфета? Вы знаете, даже этим отморозкам лично мы многое можем простить. Там же ж понятен мотив. Люди в свое время сели скрепными местами на большие бюджеты и решили, что жизнь удалась. Но нет! Денежки приходится отрабатывать, позорясь и выставляя себя посмешищем. Если до большой войны самым большим позором Марго были условные Мишкин и Чипига... Вы на самом деле кто? Руслан Баширов. Александр Петров. То теперь тучной тетехе с кривлякой мужиком вообще не сладко. Они производят впечатление таких себе чирлидеров, тонущей и проигрывающей всем команды. Работа которых хлопать в ладоши, улыбаться, обещать победы. Победа будет за нами, безусловно, с Божьей помощью. И нам надо просто об этом знать, думать и помнить. Но время идет, а побед все нет. То есть не то, чтобы каких-то значимых, а вообще никаких нет. И вот уже даже глубинный народ начинает слегка воротить нос от плясок чирлидеров. Но Марго же опытная подруга и отлично знает, что в такие минуты россиянам лучше всего не впаривать мифические победы, а рассказать что-нибудь ужасное. Ну то есть давить на эмоции. Например, о том, как злые бандеровцы православный храм в Донецке уничтожили. Покажите то, что осталось от храма. Вот он весь крестом заколочен. Мудрюзойти нельзя. Все, как видите, в следах боев. Варварство, конечно, запредельное. Варварство. И ежели и этого будет мало, то всегда можно и о маленьких гробиках вспомнить. Там каждый день гибнут люди. Там погибли тысячи мирных граждан. Там у тысячи детей оторваны руки и ноги. Тысячи детей похоронены в маленьких гробиках. И вот на этом моменте мы остановимся отдельно. За рассказы о маленьких гробиках лично мы мочили Симонен очень много раз. Ну потому что только в Мариуполе Россия убила в десятки раз больше детей, чем за 8 лет войны до этого. Например, через несколько недель после вот этого фото. Все три девочки погибнут от российской авиабомбы, которая упала прямо на их многоквартирный дом. Останки соседей похоронят прямо во дворе. И таких историй по всей Украине даже не сотни, их тысячи. И Симоньян, конечно, было пофигу на эти маленькие гробики. Потому что жалко только тех детей, на чьих костях можно станцевать. Тысячи детей похоронены в маленьких гробиках. А потому, когда Марго в свое время загнали в угол убитыми Россией детьми, дамочка не поленилась накатать целый пост, мол, ничего не знаю. В современной войне гибели ранения детей неизбежны. Женщин на свете 50%, детей примерно четверть. Современная война – это тяжелые взрывы, не разбирающие правого и виноватого. Иными словами, появление среди жертв войны женщины с ребенком статистически высоко вероятно. По сути, неизбежно. После этого Симоньян надолго закрыла свой хавальник по этой теме. И мы уже думали, что хоть что-то до этих напрочь отбитых дошло. Но, видимо, в информационном поле «Россиюшки» все настолько плохо, что Маргоше пришлось снова прыгать на швабру. Да че там долго говорить, сами посмотрите на эту актрису из Погорилова театра. Валя Валентина, 13 лет, школьница. Она сейчас с разорванным животом лежит в больнице в городе Мелитополе. И неизвестно, останется ли она жива. Это потому, что ее власть – киевская власть. Вот теперь она с разорванным животом, который ей разорвал Зеленский, считающий Мелитополь и Запорожье своим. Ой, как же ей якобы жалко детей. Ее брат 7-летний Андрюша, как говорят, он в гораздо лучшем состоянии, чем его старшая сестра. В этом лучшем состоянии ему уже ампутировали левую кисть. Уже. У мальчика уже нет левой кисти. Вот что считается пронесло для детей, живущих на территориях, которые Украина продолжает называть своими. И очень хочется уточнить, а почему вот это правило только в одну сторону работает? Иными словами, появление среди жертв войны женщины с ребенком статистически высоко вероятно. По сути, неизбежно. Да и к чему этот глупый пафос о своих людях и своих территориях вы Херсон своим считаете? И Угледар тоже, что не мешает России ежедневно сбрасывать прямо на головы местным жителям авиабомбы в полтонны веса? Так выглядят прилеты ФАП-500 по нацистам в Угледаре. И всем в помойной бензоколонке в эти минуты абсолютно безразличны судьбы детей, которых часто и не находят под завалами. И даже пылающий вот этот злополучный стратегический город Угледар не производит никакого впечатления. То есть то, что делает в этом эфире Симоньян... Это сколько надо иметь цинизма. Это какими надо быть тварями, чтобы рассказывать по всему миру, что мы возвращаем свои территории, бьемся за своих людей, защищаем своих людей. И одновременно разрывать живот 13-летней Вали и отрывать кисть 7-летнему Андрюше. Это то же самое, как если бы самая падшая дорожная проститутка с московской кольцевой упрекала кого-то в потере девственности. И да, любая кровь ребенка – это страшное горе. Но не вам, слышите? Не вам, подонкам, призывавшим бомбить жилые кварталы. А Киев? Киев разобрать. Одессу разобрать. Харьков, Днепр, Львов, Ивано-Франковск. Значит, сегодня должны туда пойти удары гораздо более жесткие, чем те, которые идут сейчас. Это война. Государство Украина – та самая химера, которая с этой карты должна быть стерта просто. И люди, которые себя идентифицируют как патриоты этой химеры – это выродки. Никого их не жаль. Вообще никого. Или мечтающим, чтобы дети зимой замерзали без отопления и не учились без света. Те удары, которые сегодня происходят, я считаю, они крайне эффективны. Потому что она станет в полупси. Что жить-то невозможно. Ни тепла, ни воды, ни канализации, ни света. Они будут сидеть и без газа, и без света, и без всего. Они должны там и замерзнуть, и сгнить. Че-то хрюкать насчет детей. И это мы еще не вспоминаем прямые призывы топить и сжигать украинских детей. Прозвучавшая вау-сенсация как раз на канале Симоньян. А прям топить таких надо было в пессыне. Прям вот там, где плыны кача. Вот прям топить этих детей, топить. С морякову хату прям забивать и сжечь. Так че там по цинизму, Маргарита? Будут еще аргументы? Рекомендуем снова прикидываться ветошью и не отсвечивать какое-то время. Или, что намного проще, оседлать любимый конек Соловьева и его ручных чмонь типа Маркова. Ведь зачем спекулировать ранениями детей, когда всегда можно народ взбодрить липовыми победами? Мы Киев берем или нет? О, видали как? Люди, чья армия не может удержать условную Клещеевку или Работина, не стесняются обсуждать захват не только Одессы, но и Вашингтона. Можете поставить четкую цель? Чтобы все понимали, чтобы все понимали, что... Минимум в Берлине. Владимир Анатольевич, минимум я бы и Вашингтоне бы хотел. Причем конкретно Марков и Соловьев эту сценку разыгрывают раз, наверное, ну в 20-й так точно. А ведь все начиналось еще до большой войны с призывов зачищать ржавчину. Есть ржавчина в виде мнимой украинской государственности и украинского политикума. Вот для того, чтобы довести порядок, эту ржавчину нужно просто все зачистить, приварить к Российской Федерации, вот тогда будет порядок. Ну а когда армия Чмонь вместо Блицкрига больно получила по морде, начались еженедельные ротовые захваты украинских городов. Я думаю, что в ближайшее время это удастся нам, у нас получится взять крупный город, такой как Харьков, Запорожье, там все посыпется. Херсон вернем. Украина будет полностью под нашим контролем. Полностью! То есть учись, Маргарита, Марков не выдумывает велосипед и в любой непонятной ситуации просто берет и одним шлепком языка отрезает Украину от Черного моря. Единственный способ прекратить террор крымчан и Крыма – это взять под контроль все Черноморское побережье. Да и вопрос Черного моря должен быть решен так же, как решился вопрос Азовского моря. Это должен осознать каждый гражданин Украины. Чего бы нам это ни стоило? Правда, на деле единственное, что реально могут отрезать эти жалкие – это колбаски на закуску после эфира. Ведь никаких предпосылок для реализации подобных влажных фантазий уже нет. Нет настолько, что Россия от концепции «победим за три дня». В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то, господи? Полтора-три дня надо для того, чтобы просто полное поражение нанесло… было нанесло… Украинская армия. Устами Шойгу перенесла победу аж на 25-й год. И это очень, очень показательно. Продолжаем наращивать боевую мощь вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции. Последовательная реализация мероприятий, плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей. А еще показательнее нытье публики попроще. Возьмем, например, прости господи, философа Дугина. Около месяца назад Бородач обещал россиянам скорый захват Купянска. Впереди освобождение Купянска и решительная битва за Харьков. В целом за слабожанщину. Мы никогда не отказывались и никогда не откажемся от Новороссии. Отложить можем. Забыть никогда. А сейчас очень хочется уточнить. Ну как там дядя захватил? Но вместо ответа приходится читать нытье Дугина о том, что все вокруг помирают, а Россия все никак не жахнет. Владлен Татарский говорил в январе 2023 года. Вот чувствую я, вот-вот и мы жахнем. А жахнули его и нас всех. И Пригожина жахнули. А мы все почему-то нет. А причина в том, что вы очень хотите жахнуть, показать силу, мощь. Это же на каждом эфире видно. Можно же наконец стереть с лица земли места, откуда производятся запуски ракет. Мы отстроим заново Одессу, Николаев, Изюм и Киев. Можно их стереть с лица земли? Всем понятно, что фронт мы укрепили, что в принципе весь этот контрнаступ абсолютно захлебнулся. И мы ждем очень ответного удара, да, и он обязательно будет. Вот тогда и посмотрим, что такое контрнаступление. А все только потому, что желание не совпадает с возможностями. Ведь как только у украинских сил обороны в достаточном количестве появилась натовская дальнобойная артиллерия, тактика огневого вала перестала работать. Ну а по-другому Россия воевать-то и не умеет. Поэтому кто-то, конечно, может мечтать, как у Украины закончатся люди. Украинские резервы почти закончились. Уже полностью. Еще неделя-две. У противника наступательный потенциал уже не просто практически исчерпан, а уже просто последнее дыхание это выполняется. Считать своих чмонь, которые якобы есть у России в резервах. Возникает тогда вопрос, а для чего нам тогда те сотни тысяч резервов, которые мы готовим? И для меня, конечно, ответ очевиден, что мы, безусловно, готовим и свои активные действия. Но вольфрамовым шариком внутри Хаймарса это как-то не очень интересно. А еще они громко смеются от вот таких финтов ушами. Порядок в Краматорске наведет судья из республики Тыва. То есть России до Краматорска приблизительно так же, как от Москвы до Владивостока с ГАКом. Но судей наводить порядок Путин уже назначил. Вчера президент Путин назначил ряд судей в города и районы ДНР. В общем перечне в глаза бросилась строка, касающаяся председателя Краматорского городского суда. Ну и что тут скажешь? Да они бы уже не мелочились и сразу людей в Берлин назначили. Но это Россия, детка, страна переоценившая свои силы и теперь всеми силами пытающаяся заправить свои глохнущие жигули коктейлем из пустого пафоса. Специальная военная операция сегодня это гигантская доменная печь, в которой каждый день сжигаются вот эта не нацистская вся эта зараза. И каждый день выплавляется чистая, крепкая русская сталь. Сталь обновленной русской государства, русского государства. Но больше всего из подобного трёпа нам нравится вот этот аргумент. Мол, либо Россия победит, либо никого на земле не будет. Мы необратимо углубляемся в войну и отныне либо наша победа, либо не будет никого и ничего. Если мы в этой войне не победим, во что невозможно поверить, проиграем. Не мы, проиграет всё человечество. И знаете, друзья, мы не сильно удивимся, если в самые печальные минуты подобные истории вызывают моментальную эрекцию у многих войнёш. Но позволим себе просто напомнить ребятушкам некоторые детали. Помните, как вы Херсон России провозгласили? Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда. И где вы там сейчас? Ой, убежали, да? Как убежали из Лимана, Святогорска, Береслава и десятка других российских, по-вашей, позорной конституции городов. И что же после этого? Может, была ядерка? Вы же якобы не можете проиграть. Либо наша победа, либо не будет никого и ничего. А ответ все очень хорошо знают. По факту Россия просто утерлась. И если так было с Херсоном, то почему не будет с тем же Мелитополем? Ну уже, хоть у кого-то есть хоть один аргумент, почему? Нет. Поэтому в итоге окопаются они где-то под Ростовом и будут гордиться, как не пустили мифических фашистов на территорию России. Собственно, примерно так и должна закончиться война. Ну а пока они могут и дальше выдумывать победы и тешить себя фантазиями. Ведь в нынешних, явно невеселых реалиях, ничего другого России не остается. Все будет Украина, друзья. Больше восьми лет. Они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут. Они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!